Как известно по тому нашумевшему арбитражному делу, когда Россия пыталась стянуть с Украины около 60 миллиардов долларов за газ, низкий поклон Юлии Владимировне и ее финдеперцевым очкам, а в итоге сама нагнулась на 2,5 миллиарда. Москва подала три апелляционные жалобы в апелляционный суд округа Свея, Швеция, в которых невыносимо протестовала против такого несправедливого решения стокгольмского арбитража. Тут надо заметить, что Москва всегда считает несправедливыми любые решения, которые приняты не в ее пользу. Это не фигура речи, а юридически оформленный факт. Законодательство Российской Федерации отошло от устоявшейся практики цивилизованных стран, когда международное право ставится выше национального и приводится в соответствии с той нормативно-правовой базой, которая наработана международным сообществом. Проще говоря, цивилизованная страна, подписывая международные конвенции, подписью уполномоченного лица берет на себя обязательства выполнять их требования и, в частности, приводить собственное законодательство в соответствии с этими международными требованиями. Теперь Конституционный суд России официально разъяснил всем, в том числе и зарубежным партнерам, что Москва согласна исполнять все это лишь в той части, которая не противоречит интересам Российской Федерации. Проще говоря, она согласна сама выигрывать международные суды и категорически не согласна проигрывать. А если такое произойдет, не собирается исполнять решение судов нероссийских юрисдикций. Собственно говоря, после решения стокгольмского арбитража Газпром и официальная Москва не особенно-то и скрывали, что не собираются исполнять это решение, но не лишают себя права его обжаловать, что и было сделано в апелляционной инстанции Швеции. Так вот, сегодня была отклонена одна из трех жалоб, что является окончательным проигрышем в объеме именно этой жалобы. Скорее всего, такой результат ждет и две остальные жалобы, которые будут рассмотрены в начале 2020 года. Но вот в чем фокус. Жалобы ведь были поданы для того, чтобы выиграть дело. И тогда из Москвы неслись бы потоки речей о том, что надо исполнять эти решения. А вот проигранная апелляция никак не повлияет на исполнение судебного решения. Собственно говоря, Москва сейчас демонстрирует не просто пренебрежение нормами международного права, а натуральное презрение. Это, в свою очередь, выводит Москву уже де юре из круга цивилизованных стран, которые согласовывают свои действия хотя бы с базовыми принципами международных отношений. Россия сама демонстрирует свою маргинальную сущность. И не замечать это могут лишь прикормленные Газпромом деятели в Германии или Франции. Для них все, что исходит от России в виде долларов или евро – божья роса. И теперь даже трудно представить, что именно должно произойти, чтобы эти деятели заметили все это и самопровозглашенного маргинала зачислили в единственную подходящую ему категорию изгоя, коим Московия всегда и являлась, в какой бы ипостаси не существовало. Там ей самое место.